13 сентября 2021 года в галерее Дворца Корейской культуры и искусства состоялось открытие художественной выставки под названием «Искра и Светлана Шин». Выставка посвящена юбилейной дате заслуженного работника культуры Узбекистана, обладателя серебряной медали Академии художеств Узбекистана, почетного гражданина города Сеула, Искры Ильиничный Шин. Торжественная часть вернисажа началась с приветствия председателя Ассоциации Корейских культурных центров Виктора Пака, чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Узбекистане Канже Квона, заместителя председателя Академии художеств Узбекистана Фархада Ташмухамедова и заместителя председателя Творческого союза художников Узбекистана Наргиза Мусахаджаевой. Заслуженный работник культуры Узбекистана Валерий Йенин поделился, что Искра Ильиничный Шин – это один из ведущих художников Узбекистана. Многие годы она творит на нашей земле. Красота Узбекистана ее впечатляет и стала неисчерпаемым источником ее вдохновения. Выставка 70-летия. Это определенный рубеж для каждого художника, но тем не менее я бы не сказал, что это какой-то определенный момент. Художник продолжает творить. Художник не останавливается. Но это знаковое событие. 70 лет. Довольно долгая творческая жизнь. Искра пишет горы. Искра, думающий художник, очень много знает. Была во многих странах мира, и ее произведения находятся в разных странах. Ее родная Корея ее очень любит и знает. И также ее знает наш Узбекистан. Искра – выдающийся живописец. Она многие годы работала как монументалист. Последние годы она работает как живописец. Ее полотна на этой выставке дышат жизнью. Она продолжилась в ее дочери. Надеемся, продолжится в ее внуках. Ну и действительно, она вырастила замечательную себе смену в лице дочери Светланы Шин, произведения которой мы тоже видим на этой выставке. Во многих поездках, в том числе в Корею, Искра зарекомендовала себя как выдающийся живописец. Нам посчастливилось быть с ней вместе на международной выставке 2009 года в Сеуле. И там она представляла произведения, которые выставлены и сегодня на этом вернисаже. Работы были созданы так вдохновенно. Я наблюдал за этим. Человек просто жил своей работой. Это для художника просто неотъемлемая часть его жизни. Творить, одновременно жить и жить очень красиво. Я поздравляю Иску Ильинию Шнушин с 70-летием. Желаю ей крепкого здоровья. Я надеюсь, что еще на долгие-долгие годы она будет радовать нас своими произведениями. Как известно, открытие выставки это всегда событие. А юбилей известного художника это для корейской диаспоры Узбекистана двойной праздник. Мы, как более молодое поколение, гордимся тем, что у нашего народа есть не только трудовые какие-то заслуги, но есть и выдающиеся деятели искусства, признанные на международном уровне, чьими успехами мы можем гордиться. И нам радостно, что Ассоциация Корейских Культурных Центров поддерживает инициативы передачи вот этой эстафеты не только посредством спектаклей, концертов, но и через проведение такого значимого события, как выставка, посвященная 70-летию Искры Ильиничной. В экспозиции представлены 35 великолепных произведений живописи Искры Ильиничной Шин и 15 картин ее дочери, члена Творческого объединения Академии Художеств Узбекистана, также талантливого художника Светланы Шин. Хочу поздравить с такой замечательной выставкой «Шин. Искру и Светочку». Это действительно шикарная выставка, на которой они выставили работы, сделанные на протяжении многих лет и прекрасно дополняют друг друга. Вы знаете, Искра замечательный художник и хороший друг. Она подруга моя с училища, и в институте мы учились вместе. Она всегда проявляла свой талант и большую любовь к природе. В ее работах все время есть изображение этой природы, которую она очень любит. Свой талант она передала дочери. Та этот талант развила и по-своему воплощает в своих работах. Вы знаете, у Искры замечательный выработался свой стиль в работах. И ее работы на выставке можно издалека уже выделить и определить по почерку. Мне всегда приятно видеть ее работы в экспозициях. И эта выставка тому доказательство, что она действительно умеет работать. Выставка получилась замечательная, яркая и эмоциональная. Хотя на ней представлена лишь малая часть работ, созданных художниками за последние годы. И это говорит об огромной трудоспособности мастеров кисти. Характерной черте всей династии Шин, которая передается от одного поколения к другому. Очень впечатлительная выставка с замечательными картинами. Было очень приятно увидеть картины Искры Шин и ее дочери. Контраст между абстрактными эмоциями Искры Шин и точными картинами ее дочери Светланы Шин были очень впечатлительны для меня. И я ухожу с очень яркими эмоциями из этой выставки. Спасибо большое. Искры Шин. Хочется пожелать Искре Ильиничне и Светлане Шин долгих творческих лет жизни, чтобы они создали еще много замечательных работ, которые бы украсили нашу жизнь, напоминая всем о красоте окружающего мира. Искры Шин. Искры Шин. Искры Шин.